Институт химии растворов – один из лучших в России. К такому выводу пришло Федеральное агентство научных организаций. Все академические институты, а их по стране более 400, разделили на три категории. Самые перспективные исследовательские центры, в том числе Ивановские, по предварительной информации, получат дополнительное финансирование на закупку нового оборудования и ремонт зданий. Критерии оценки какие были? Прежде всего, это количество публикаций в высокорейтинговых журналах, преимущественно международного уровня, в пересчете, естественно, на одного реального сотрудника. Всего в институте трудится 119 научных сотрудников. За прошлый год число статей, опубликованных в профильных журналах, перевалило за 200. Экспертная комиссия обращала внимание не только на количество, но и на качество научных изысканий. Предпочтение отдают материалам, размещенным в иностранных изданиях. Конечно же, здесь большая заслуга наших сотрудников института, которые плодотворно занимаются своими исследованиями, разработками и уделяют свою львину и долю своего времени на исследования. Важный критерий при оценке – уровень международного сотрудничества. Институт химии растворов ведет активную работу с исследовательскими центрами Франции, Германии и Беларуси. Кроме того, ежегодно организует научные конференции, на которые приезжают химики из нескольких регионов страны. Все это позволило получить гордое звание института генерации знаний. Плюс ко всему, естественно, такая большая и высокая оценка говорит о том, что позволяет нам чувствовать, что мы движемся в правильном направлении, что результаты нашей деятельности, они востребованы. Руководство и сотрудники института рассчитывают, что попадание в высшую категорию повлечет за собой дополнительное финансирование. Средства хотят потратить на повышение зарплат, покупку оборудования и капремонт здания. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.